Обшаров, по-моему, ближе к бортику и новый победитель. Обшаров еще не выиграл чемпионат страны. Первый на финише и первый в истории Нижнекамска чемпион России по плаванию. Александр Обшаров, безусловно, принес самую яркую победу нашему городу в этом году. Правда, он считает, что ничего особенного не сделал. Вот такой исключительно скромный чемпион России. Ничего такого. Обычный день, просто принимаю поздравления очень много. Львиная доля наших сильнейших спортсменов собрана в спортивном клубе «Нефтехимик». Их хорошие результаты в этом году показали многие. Боксеры, братья Басирвы, представительница настольного тенниса Дарья Шадрина, пловец Александр Кубасов становились призерами различных турниров. Но больше всех поразила своим выступлением лыжница Алия Иксанова. По итогам прошлого сезона она стала победительницей Кубка России, как в дистанционном, так и в общем, в абсолютном зачете. И сейчас уже буквально недавно она бежала на втором этапе Кубка России, стала бронзовым призером. Впереди в этом году у нее еще будут гонки. Буквально через несколько дней Алия побежит к Кирово-Чепецке на Кубке России, потом будет Красногорская лыжня, Красногорская гонка. Тоже днем ждем от нее хороших выступлений. Главная ударная сила клуба «Нефтехимик» Илья Соколов тоже порадовал яркими победами. Отметили это и руководители крупнейшего промоушена «Джипро». Нижнекамцу все-таки дают титульный бой в этой организации. Намечен он на следующий год. К сожалению, не обошли наш город потери. В этом сезоне, в этом году закончили выступать свое выступление в спорте. Диляра Сиберзянова, наша прославленная лыжница, можно сказать, легендарная. Аня Ватропин также, барьеристка наша, закончила со спортом. И Женя Лапшов тоже уже перешел в тренерскую деятельность. Это единственный мастер спорта международного класса за последние годы по вольной борьбе. Я всем этим ребятам желаю больших успехов. Надеюсь, что в их будущей жизни все сложится. Главное, что есть кому прийти на смену нашим звездам. Легкоатлеты Артур Перевозчиков и Яну Угольникова уже сейчас показывают отличные результаты. Радуют и воспитанники муниципальных спортивных школ. Снятые ограничения по ковиду позволили ребятам принять участие в различных турнирах. Самая громкая победа у нашего города в шахматах. У нас впервые, там, наверное, за 10 последних стал победителем первенства ПФО шахматист наш. Мальчик Галяви Исамат, который съездил, всех обыграл, получил право выступать на первенстве в России. Это большое событие для всего шахматного мира, спортивного шахматного мира. Дай Боже, может быть, мы все-таки наконец-то получим в следующем году или найдем все-таки место, куда же можно разместить школу шахматную, там же будет и шахматный клуб. Пока такого места конкретного нет, но ищем. Кстати, о спортивных объектах. Тут тоже в этом году произошли изменения. Завершили ремонт спортивной школы номер один. Завершается передача городу еще нескольких объектов. Это спорткомплекс «Дружба», «Факел», «Лыжная база», «Алмаш». Их тоже планируют капитально отремонтировать. Это, пожалуй, главная задача на следующие 12 месяцев. Если же говорить в целом про 2022 год, то для Нижнекамского спорта он вполне получился успешным. Александр Халян, Булат Абдульманов, Новости НТР. Александр Халян, Булат Абдульманов, Новости НТР.